В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Украденная вода далеко не утечет. 10 незаконных врезок в Дербенский водовод ликвидировано в селе Гиржух. Копили-копили и до старости дожили. Сколько времени понадобится среднестатистическому дагестанцу, чтобы заработать на новую квартиру? Смотрите выпуски. Самый высокий результат. В Дагестане в этом году 100-бальники установили рекорд. Их в республике на сегодня 43, и это не предел. 10 незаконных врезок в Дербенский водовод ликвидировано в селе Гиржух. Выявили их во время рабочего выезда специалистов по поручению мэра Дербента Ахмеда Кулиева для решения вопроса нехватки воды в городе. Проблема эта возникает ежегодно в летнее время из-за самовольных подключений к трубопроводу жителями близлежащих населенных пунктов. Зачастую воду они используют для полива сельхозугодий и огородов. Мы эти врезки будем резать. Ни одного дома нет, они используются для полива. Никакого полива. Источник питьевой воды. Кроме того, выяснилось, что в некоторых населенных пунктах не соблюдался обозначенный график, и вода поступала круглосуточно. Чтобы обсудить и решить вопрос, представители мэрии встретились с жителями таких сел. До прошлого года, по нашей информации, у нас в селе соблюдался график. По часам подавали воду. С прошлого года этот график не соблюдается. Ввиду чего в нашем городе есть острая нехватка воды. Мы с каким посылом сюда пришли? Мы не пришли сюда говорить, что мы отрезаем эту воду. Мы говорим, во-первых, о несанкционированных врезках. Давайте откровенно говорим. Вы у вас ее круглые сутки практически получаете. Через день мы качаем воду нашим жителям. Через день от нехватки. Разве это справедливо? Есть адреса, которые на 40 минут мы подаем, дабы сэкономить эту воду и подать на другие адреса. Вот такая у нас ситуация. Более 15 лет. Именно столько времени понадобится среднестатистическому дагестанцу, чтобы накопить на новую квартиру. Такой анализ приводит издание АИФ. Наша республика оказалась среди регионов-аутсайдеров, по данному показателю. За основу исследований эксперты брали цены на жилье вторичного рынка и средний доход жителей субъекта. Наша съемочная бригада провела свой соцопрос на улицах столицы и узнала, сколько лет им понадобится на покупку недвижимости. Наверное, сейчас с этими ценами лет 100. В год, если зарабатываю 700 тысяч, это сколько же? Ну, смотря на какую квартиру. Цены тоже разные. 15-20 лет. Я думаю, лет 20. Все подорожало, маленькая зарплата. Ну, относительно, если копить на жилье. Я думаю, что я никогда в жизни не накопила бы, я живу в общежитии до сих пор, хотя я дедомская. А сейчас то, что происходит у нас в Дагестане, все дорого. Невозможно подходить. С каждым днем даже сказала бы, что дорого. Я во втором рынке работаю, там, в сфере технички. Ну, на это то, что мы получаем, 10-11 тысячи, невозможно жить. Ну, наверное, лет 15 точно. Ну, за 7 лет я построила дом. И, конечно, обустроить всего лет 15 нужно. Лет 5. Лет 5 хватает? Ну, и зарплата 1030, думаю, хватает. 40. Ну, вообще-то это на что хватает? Квартиру купить ни на что не хватает, пенсии. Даже нормально питаться, а деться не хватает. Умов в Дагестане с каждым годом все больше. Тому подтверждение рекордное число выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов. 43 умника и умниц. И это не предел, так как результаты известны пока не по всем дисциплинам. Своими впечатлениями некоторые из 100-бальников поделились с нашими корреспондентами. Вот и подошел к концу один из самых волнительных моментов каждого выпускника. Это сдача единого государственного экзамена. Подготовка была нелегкой, но некоторые школьники с ней справились на отлично. Одной из таких учениц стала Аида Манафова, которая получила 100 баллов по литературе. Девушка упорно готовилась к экзаменам как со своим учителем, так и в онлайн-школе. Она надеялась на высокий результат, но увидеть максимальные баллы по литературе было настоящим счастьем для нее и ее семьи. В 4 утра папа разбудил меня на утренний намаз. Я пошла и сделала омовение, потом открываю телефон, а там столько сообщений с поздравлениями. Ну, эмоций было очень много, я вообще не ожидала, никто не ожидал из нашей семьи. Также хочется сказать, что любой ученик способен сдать экзамен на 100 баллов, если он будет дисциплинированным, проявит нужное усердие и будет уверенным в себе. Поддержка Аиды не ограничивалась только семьей. В школе девушку тоже мотивировали на успех. Классный руководитель Альбина Гусейханова была уверена, что ученица получит высокие баллы и ожидания оправдались. Когда я узнала, что у Аиды 100 баллов, я была очень рада и счастлива. Я не сомневалась. Мы ждали высоких баллов, но 100 баллов – это было, конечно, удивление большое и радостное, и приятное. В классе все дети были рады и счастливы, все поздравляли, ее все любят и уважают в классе. Поэтому мы были очень рады, даже до мурашек. Даже сейчас, как будто в первый раз я это слышу, сердце переполняется хорошими эмоциями. Я хочу сказать всем выпускникам, что невозможного ничего нет. Было бы желание и цель, можно все достигнуть. Среди тех, кто получил заветные 100 баллов и Магомед Али Кицыдаев. Высокий результат выпускник 56-й столичной гимназии показал по одному из самых сложных дисциплин – химии. Школьник признается, что к экзамену готовился усердно и в течение всего года. Я думаю, вот это все обеспечено тем, что никакого не было давления со стороны родителей. То есть мы сошлись на том, что какие результаты будут, такие и будут. Не медлите, пожалуйста, с подготовкой, не медлите. Я очень сильно пожалел, что всего год уделил подготовке. Стоило бы все-таки два, потому что и химия, и биология объемные, очень объемные предметы. Пожалуйста, занимайтесь как можно раньше. Магомед Али уже решил, кем хочет стать. Поступать он намерен в медицинский вуз, но пока еще не определился, в какой именно. Но близкие и родные готовы поддержать любой его выбор. Самое главное нам, родителям, это уметь тонко и деликатно следовать природе ребенка, развивать в нем его возможности, видеть в нем возможности, развивать их. И самое главное, наверное, все-таки верить в ребенка, в его силы. Всего в Дагестане стобальниками стали 43 выпускника. Но, вероятно, это еще не предел. Результаты по нескольким дисциплинам пока не озвучены. Рекордный показатель в этом году отмечен и по Махачкале. Более 20 школьников сдали ЕГЭ на самый высокий балл. Они действительно рекордные, потому что для Махачкалы стандартная, так скажем, цифра это 10-11 стобальников. Конечно же, я эти цифры связываю с большим количеством факторов, в том числе и с тем, как мы меняем условия, в которых получают образование наши дети. Я хочу заметить, что в этом году управление образованием Махачкалы заменило на 90% организаторов на пунктах проведения экзаменов. И основной посыл был психоэмоциональное состояние детей в пунктах проведения экзаменов. Благоприятные условия на пунктах сдачи ЕГЭ и осознанный подход к подготовке к экзамену. Эксперты отмечают, от этих двух факторов зачастую и зависят результаты. Упорный труд наших учеников в этом году – хороший пример для будущих выпускников. Хадиджа Дранкина, Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Тем временем в республике уже стартовала приемная кампания. Свои двери для абитуриентов также открыл Дагестанский гуманитарный институт. Будущие студенты могут выбрать одно из направлений, таких как журналистика, лингвистика, экономика, бизнес-информатика и теология. Учебному заведению в этом году исполняется 20 лет, и за это время он выпустил не одно поколение грамотных специалистов. Если говорить о ВУЗе, Дагестанский гуманитарный институт, он молодой, относительно других ВУЗов, которые есть в публике, но он выдает диплом государственного образца, имеет аккредитацию, лицензию и работает по тем законам образования. Мы занимаемся плотною вопросом трудоустройства наших выпускников, и к нам обращаются, именно говорят, подчеркивают, что именно хотим ваших студентов, потому что они понимают, это люди, кроме как специалисты, которые получили образование, но еще и высоконравственные, духовно и в других аспектах жизни люди, готовые к работе. Я заканчиваю бакалавриат и решил поступить в магистратуру, потому что мне здесь очень даже нравятся, сами преподаватели, мои одногруппники, одногруппницы, все здесь, то, что есть, мне очень даже нравится. И поэтому я решил поступить в магистратуру. Если в дальнейшем будет здесь аспирантура, я намерен начало и в аспирантуру поступить. В торжественной обстановке ректор ДГИ Нухкади Бахмуткади встретил первых абитуриентов. По его словам, ограничений в местах приема нет. ВОЗ владеет лицензией и выдает диплом государственного образца. Он также имеет поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. В Каспийске чествовали борцов-триумфаторов игр стран БРИКС, прошедших в Казани. В столице Татарстана наши вольники принесли российской сборной шесть золотых медалей из шести возможных. Отличились Рамис Гамзатов, Башир Магомедов, Абаз Гаджи Магомедов, Курбан Шираев, Магомед Магомаев и Шамиль Мусаев. Инициатором встречи с борцами стал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, глава Федерации борьбы Дагестана Амар Муртузалиев. Он поздравил спортсменов с успешным выступлением и вручил им и их наставникам денежные премии. Я хотел бы похвалить, конечно, вот, похвалить ребят за проявленный характер, волю в победе. Никогда ни одна встреча легкой не бывает. Каждый на международных соревнованиях старается показать больше. Более того, конечно же, мы будем стараться больше соревнований проводить. Сейчас вот эта олимпийская тематика эти пару недель, они быстро пролетят. А дальше мы будем договариваться до конца года, постараемся, по крайней мере, пару хороших турниров провести. Также с поздравительной речью выступил министр спорта Республики Сажид Сажидов и другие участники встречи, среди которых были именитые в недавнем прошлом борцы и наставники. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова